здравствуйте дорогие друзья единомышленники сегодня у нас первая серия нового проекта лампу усилить это просто вот у нас такая заготовка а именно милый проигрыватель на лампах примерно на 1968-70 года так давайте внешний сначала посмотрим так кто будет покупать такой просите подробные фотографии внешнего вида видите как он бедала в каком он виде мне нужно нутро я увидел только изнутри фотки были там был то ну сейчас посмотрим но этого не если бы конечно я покупал в коллекцию я вот такой чумодан не брал в таком состоянии он бедолага весь перекошенный валялся подвалом балконом гаража чердака но самое главное усилок работает этим лампочкам 50 с лишним лет 50 это минимум работает будем делать из него ламповый усилитель хочу скрестить кассетный магнитофон с лампами значит так ведь в каком состоянии все это тут кстати не работает что-то не контакта контакт что тень контакт кто будет восстанавливать подобный первым делом смотрите вот эту иголку тут маленько почистил обычно здесь она зеленая и соответственно разъем там зеленый если у вас не играет смотрите сначала тут кстати у нас такие до ненавидное время не продавались 350 рублей по моему секция накрылась мужик торговал всяким электронным добром больше четверть века раскрутился до трех секциях сейчас я не знаю что осталось так кладется а так потом вот это сюда транспортировочное положение ну как-то так ладно вот дети поиграли пластинку видались предыдущие видео производит но немного подтягивает скорость не такая так давайте посмотрим 87 8909 понятный ярлык так вот пыль веков этой пыли 50 лет чего тут только нет так давайте посмотрим так я кусал да вот что у меня оказалось ну еще резинки в неплохом состоянии но все-таки обороты неправильные ну мне тут момента тяга и не нужен то есть он по научному станции ЭПУ как он электропередающие устройства что ли примерно так как-то так ладно это все теоретическая часть так есть молодежный есть юность 301 потом может еще концерт на общем увидите такой чемодан из кожи молодого дермантина 90 процентов 99 и 9 это на лампочках это само ЭПУ бывает разных модификаций есть маленько поинтересней данной модели стоит такой вот фотка была какая фотка была вот так лежала на ней пластинка примерно это выглядел вот так эту штуку я видел то что этот край я видел что нету а то что тут сам чемодан в таком состоянии это я не видел но мне чемодан не надо я просто имею ввиду что если вам что-то надо в коллекционном виде надо подробные фотки так о чем это я а цена от 800 рублей внешний вид намного лучше но не рабочий неизвестных способом до 6000 с половиной в коллекционном состоянии муха не сидела вот там чемодан нормальная цена соответственно 6000 это не каждый себе позволит мне такие глупости это у нас халява с ютуба на первые наверное последние выплаты с роликов так что условно он у меня достался да так так ну давайте посмотрим что внутри тема у нас какая что внутри так ладно это нам так главная мысль что аппарату больше пятидесяти лет и усилок работает не каждый полупроводник 50 лет протянет у него кстати по госту даже по военному микросхема должна жить 25 лет они были не в пластиковых корпусах а керамических так что-то уже не открывается открывалась что-то защелкнул снял кино называется или или не подымал в точно а венок подымал вместе с этим ящиком это вылазила все основание вот где открывается болт раз а чужими до этого приподымал а я вот эта штука на подымал саму нутро вываливалась точно само основание вот это понимаете уже из этого вот что мы тут имеем и по 28 гост 66 год да вот клеймо стоит 69 год вот считайте сами сколько ты 31 и 22 53 года двигату так внешним видом я доволен никаких подгорелых частей нету значит тут есть счет нас тут есть давайте к свету поближе кстати вот оригинальная вилка тихий маник чувствуется и на нем поиграли хорошо как тут искрил все а все потому что втыкали на и нужен современную евро вилку розетку и диаметры не совпадали так хотя не факт так 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 конденсатор тоже 69 года и пушки стоит так тут переключалка 220 127 вольт раньше была такая далеком прошлом на проезжении в сети тембах громкость вот тут такой шасси иначе так предупреждение даже после того как вы выключили не шахте сют руками может шарахнуть 20 разряд лиц так а уж ключом станет точно ничего не касаться дородка кусок этих конденсаторов так пока мы ничего схеме менять не будем так как это вынимается попробуем это ставить все в оригинале так пока не забыл предупредил про 220 значит вот экранированный провод идет умелиться подключать к нему сразу этот блок регуляторов идет это выкидывает все я ставлю а по науке давайте посмотрим вот этот священный проводок вот у нас с иголки и такра экран так с иголки идет экран и вот этот провод к нему подключаются сразу можно любимый телефон подключить но есть одно предупреждение от знающих людей как бы на этот любимый телефон в случае неисправности радиоламп не пришло офигительное напряжение так что здесь на входе надо ставить или ноль или ноль один микрофарад или один микрофарад чего-то электрический конденсатор короче защиты но информация не проверенная так что кто что по этому поводу думает прошу отчитаться ну в общем такая заготовка так значит я регулятор оставлю все будет то есть еще в кулыку меньше тумблеров будет так как нам этот шасси вытащить болтик 1 болтик 2 так чувствуется что-то поехала он пока больше потрошить не буду чтобы я уже упала так буду второй части давайте посмотрим что там за динамика стоит 2 и 1 значит так тут у нас счет вилочка такая розеточка вот да подходит сетевая вроде как ее можно даже транспортировочное положение все втыкать этот провод чтобы не мешался вот так это укладывать но это по-моему главное и телефоны подключать такой стандарт раньше был давайте откручим четыре болта главное чего в этом деле чтобы тараканы в разные стороны прибежали у меня такой случай был один раз если тут не скажешь пришел квартира чистенькая квартира у бабушку конечно никогда не подумал что там тараканы водятся и короче чего они там залезли в магнитофон там расплодились а вылезти уже обратно не могут там и засушились включить пластинки у меня есть на чем если бы достался мне в идеальном корпусе я бы конечно не стал у меня рука не поднялась ну тут я даже спускаю что это со свалки мне продали так снимаем вот эту картонку сколько динамиков динамик 1 вот такая вот уплотняющая резинка а ну да это вот стояла вот так вот это так а с этой стороны крышки есть решетка из этого динамика заднюю часть рук уходил через это хитичко так что за динамик то к сожалению клемма расплывчатые говыровку не узнать сейчас я глаза это можно взять посмотреть электросхему в интернете так давайте посмотрим так гост 67 и все дальше все размыто ну клемма так это клемма т.к. и усе такая штучка в общем посмотрели это у нас так сказать первая часть что внутри продолжение следует это у вас тут вдальше в общем посмотрел в общем посмотрела вот в общем посмотрели вот вот Продолжение следует...